Дорогие мои друзья, дорогие мои рукодельницы, подписчики и гости моего канала, добро пожаловать на канал Вязаные Истории. Я вас приветствую и сегодня у нас на календаре 1 марта. Да, 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 вы будете этот ролик смотреть немножко позже, но я его снимаю честно, 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 1 марта. И сегодня я хочу подвести итоги ушедшей зимы. Многие говорят, она была тяжелой, я не могу так сказать, хотя было разного, но итоги зимы, конечно же, я буду подводить из вязальной. Мы не будем говорить о плохом, мы не будем говорить о негативе, я не вижу в этом смысла. Ну, вы сами понимаете, кто меня смотрит. Мои дорогие зрители прекрасно понимают, что я к негативу отношусь с позитивом, как говорится. Итак, здесь вы видите перед собой, вернее, у меня это прям вот такая огромная гора, я сейчас вам попробую даже поднять камеру повыше. Смотрите, везде, 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 вот так вот. Покажу вам, покажу, 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 вот так вот. Это все, все лежит здесь, мои процессы. Ой, кто-то хочет у меня сворвать кубики. Так что вот такое количество у меня процессов, контролируемые моим томом, конечно же, да. Если я не ошибаюсь, на данном этапе на столе лежит пять процессов. Я так хотела их в феврале закончить, но в феврале я только закончила один процесс. Это моя потрясающая футболка, от которой я без ума, и ее я вам сегодня, к сожалению, не покажу. У меня на канале вы ее увидите, ну, скорее всего, в воскресенье. Я, может быть, во влоге вам вставлю фотографию в воскресенье. Поэтому, если вам интересно, то подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Моя такая рыжая футболка, нетипичный цвет для меня, но я в восторге от нее. Не знаю, может, ей нужно название придумать? Это нетипичное. Вот свяжу себе мечту, но это такая мечта получилась, не совсем реальная, да. В общем, мне безумно понравилось то, что у меня получилось. Я, честно, откровенно, как только ее закончила и постирала, себя просто не снимала, постоянно ношу ее. Она очень приятная, тактильна к телу, потрясающая вещь. И в квартире ходила в ней, и под курточку просто одела, было тепло, не мерзла совершенно. Причем на улице минус два было даже, да, да, да. А я одевала тоненькую курточку. Поэтому я в невероятнейшем восторге от этого процесса. Он единственный за февраль. В январе у меня были носочки. К декабрю я не буду возвращаться. Зачем нам старый год, да, уходить? То есть мы берем январь-февраль, зиму. Такая у меня была короткая зима. И за зиму получилось два процесса. Это носочки мои и мой топ. Моя футболка-спицы. И моя футболка с пицами. От нее я честно, откровенно, просто без ума. Болтаю-болтаю, вам, наверное, уже надоело, да? Надоело длительное такое болтание, где ничего не происходит в кадре. Вот. Так что я вам хочу сказать. Здесь у меня в работе куча процессов, о которых я, наверное, стоит немножко кратко рассказать. Если вы здесь впервые, то познакомиться с ними. Итак, первый процесс, который я вяжу, это мое платье. Вам я вам покажу только вот в таком вот виде. Это уже готовая горловинка. И сейчас у меня на спицах два рукава в работе. Я безумно рада, что получается. Безумно классное, приятное полотно. Обязательно, обязательно. И это один из планов. Будет на него подробное видеоописание. Мастер-класс, я считаю, там где прям чуть ли не по петлям расписывают. А вот видеоописание, это то, как я расскажу, как я вязала. Потому что я не вижу смысла вам рассказывать, как я вязала. Том, я, конечно, понимаю, что ты хочешь достать мышу, но ты мне мешаешь. Игрушку-мышу, если что. Так вот, это будет подробное описание. Это вот и есть один уже, видите, план. Я думаю, рукава я быстренько вывяжу. Очень на это надеюсь. Здесь вот столько было отвязано за воскресенье. О, да, это я за воскресенье отвязала, ребята. Сегодня же понедельник. Я за воскресенье вот столько отвязала рукаву. Это просто невероятно. Согласитесь. Вот, у меня горловинка безумно нравится. Я все-все это обязательно вам расскажу и покажу. Это мое платье. И будет по нему видеоописание. Следующий у меня процесс, который тоже нужно брать в работу. И над которым нужно как можно быстрее пыхтеть. Это мой топ с пиццами. Уже как бы все-таки весна, да, пора бы его... Кстати, в этом сезоне трендом будет бельевой стиль. Поэтому я думаю, вот такие вязаные топы будут тоже актуальными. По нему будет точно так же видеоописание. Я расскажу очень подробно, как я вязала. Не по петельной буду с вами вязать. Но я думаю, и новичку будет под силу связать. Я стараюсь совершенствоваться. Очень приятно, когда говорите, что мои мастер-классы становятся более информативными. Потому что я всегда стараюсь брать информацию, которая полезна, да. Слушать, прислушиваться к вашим вопросам, которые возникают по ходу просмотра моего ролика. И говорите вам все это, что там и как подвигается. Так что вот такой вот у меня топ. Он уже, в принципе, период почти-почти завершен. Осталась спинка. Но спинку намного проще, чем вперед вязать. Надеюсь. Поэтому вот такой вот у меня процесс. Который должен номер два. И по нему тоже будет видеоописание. В принципе, по каждому процессу здесь будет видеоописание. Почему бы и нет? Я же себе вяжу, я с вами делюсь. Так, следующее. Очень долго пролежало. Что же здесь? Бумажки с конфет. Простите. Так вот. Это мой жилет. Жилет мой, да. И вот до сих пор здесь отвязано только вот столько было. Передание отвязано. Вот этот процесс, нужно над ним попыхтеть, поработать. И тут возникли парочка идей, пока я с вами болтала. Так вот. Вот этот процесс, мой жилет тоже нужно закончить. Он уже, в принципе, да. Я уже вперед вывязываю. Уже вышла на место, где нужно вывязывать плечевые скосы. Уже здесь все размечено, расставлены маркеры. Уже сделаны расчеты. Садись и вяжи. Потрать парочку таких приличных вечерков. И жилет будет закончен. Ну вот, как всегда. Кстати, я не говорила, с чего я вяжу. Но давайте начну с этих процессов. Там уже не буду повторяться. С этого процесса я вяжу из полумереноса фолка и бобинной пряжи из Стамбул. Это мои остатки. Я их связываю. Это остатки с остатком, как говорится, да. И вот я его и связываю. Тоже будет в видеоописание на моем канале. Я очень буду стараться, чтобы это все было как можно скорее. Мне нужна мотивация, друзья, с вас. Пальчик вверх. Кардиган мой. Я знаю, девочки, вы его уже ждете. В принципе, он уже на стадии второго рукава. И по нему тоже я снимаю для вас подробное видеоописание. То есть подробное видеоописание идет по тому, как я вязала проймы, как я вязала капюшон. Потому что, в принципе, полотно-узор у меня есть на канале. Поэтому вы уже можете приступать к вязанию. И начинать вязать, если вы вяжете, как я, да, вот, полочки. То, в принципе, он вяжется быстро, на самом деле. Только я же вяжу очень долго. Так что, по моему кардигану тоже будет видеоописание. Он, к сожалению, уже не помещается никак в кадр, как бы я этого не хотела. Я уже поднимаю, поднимаю камеру. Только, наверное, если его показать вам на манекене, да. То есть идет кардиган. Вот такой вот рукавчик. На манжете будет. Уже, в принципе, манжет, да, связан с спицами, кстати. Я все расскажу в видеоописании обязательно. И буду стараться, стараться, стараться его вывязать. Обязательно. Потому что, ну, время идет. Вот такой вот план. Максимально подогнать кардиган к завершению. И поделиться с вами. То есть, как видите, у меня на данном этапе уже 4, да, процесса, о которых будет видеоописание. И я начала новый процесс. Да-да-да, футболку-то закончила. Хотела не начинать ничего, но я не из тех людей, которые не могут, да, не начинать. Вот у меня уже стопочка, видите. Как вы думаете, что это? Вот сейчас, пожалуйста, поставьте паузу и напишите свое мнение в комментариях. Мне будет просто интересно почитать, что же это, что вы подумали. Просто очень интересно. Буду признательна, кто напишет в комментариях. А это, девочки, носочки будут, которые вяжутся на двух спицах. Носочки будут не длинные, не следочки, а именно носочки. Здесь мы будем вывязывать. Сейчас я вывязываю резиночку. Буду вывязывать паголинок. И обязательно по этому носочкам будет попетельный. Мастер-класс, можно сказать. Ну, там, где не нужно будет прям попетельно провязывать, я не буду. Сейчас я вяжу самостоятельно. Очень надеюсь, что все получится. А то я тут наобещаю сейчас и потом все. Не, девочки, я, конечно же, добьюсь своего. В принципе, я уже вязала. Так я знаю, что у меня получится. Это было давно, и я все вспоминаю. Но пока я расписала все записи, у меня есть все расчеты по этому носочку. Расчеты будут на мою стопу. Я дам замеры по стопе четко. Поэтому я не буду говорить в размерах. Потому что я тоже покупаю обувь от 39 до 41 размера. Поэтому сложно здесь говорить. Я дам просто замеры на свою стопу четко все. А вы уже будете под себя подстраивать в крайнем случае. И видите, вот такая красота. У меня такая пряжа. Между прочим, оказывается, чешская пряжа. И по нему тоже будет мастер-класс на моем канале. То есть, как видите, как минимум уже 5 мастер-классов, 5 видеоописаний, можно так сказать, уже спланировано на следующий месяц. То есть на март месяц, на текущий. Я буду максимально быстро стараться это все завершить. И, конечно же, делиться с вами. Сейчас у меня в планах новые изделия есть. И я безумно хочу скорее закончить свой сиреневый кардиган. Так как я хочу начать одно новое изделие. И, возможно, еще одно начну. Да, я хотела свести к минимуму. Но, как видите, вот этот минимум меня никогда не покинет, наверное. Если, в принципе, по большому счету каждый процесс максимально быстро завершить, то есть с чем, да. Но о тех процессах, я думаю, не буду говорить. Не стоит, наверное, мне кажется, говорить. Потому что все мои планы идут на перекос. Как только я начинаю их озвучивать, все мои планы идут на перекос. Наверное, будет правильно вам положить такой красивый цветочек в кадр, чтобы вы не только смотрели на лицевую гладь моего платья. Вот. Поэтому я не буду, наверное, озвучивать планы. Хотя хочу. То есть планы по мастер-классам, то есть это уже, как вы понимаете, будут. Это уже есть. И я снимаю уже. То есть поэтому, конечно же, их уже есть. Сейчас какая-то смеюсь, он пытается под мои процессы запрятаться. Поэтому я дальше буду вязать потихонечку. Конечно же, я буду продолжать вышивать. Вот она, рядышком лежит моя вышивка. Уголка, видите, здесь. Вот на кой она у меня стадии. И я обязательно буду продолжать вышивать. У меня еще есть вышивка бисером, но пока я не стала собирать все в кучу, потому что давно не бралась за вышивку. Та с прошлого года. Вышивку все-таки нитью проще взять, нежели вышивку бисером, потому что там и бисер. А еще у Лены Казаченко на канале посмотрела о том, что есть какой-то специальный коврик. Мне он срочно нужен. Я буду теперь его тоже искать. Правда как, но не об этом. А на этом я с вами прощаюсь. Вот такие у меня итоги зимы. Куча процессов, которые не пришли к логическому, пока еще в завершении. И там код под вышивкой, простите. И куча, куча всего. Я так, есть так. Это моя жизнь. Я показываю, какая она есть, без всяких прикрас. Спасибо, что вы меня смотрите. Спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте пальчики вверх. Если вам было интересно, я буду вам признательна за вашу поддержку. И до скорых встреч!